Всем привет, меня зовут Вей. И я хочу вам рассказать про опенсорсную такую штуку для торговли криптовалютами. На самом деле этот доклад немножко на год опоздал, потому что вы сами видели курс биткоина. Он немножечко. Уже не торт. Так вот, этот проект изначально начали делать китайцы, или в Китае, как правильно сказать. И они позиционируют себя как опенсорс, у которых перфоманс хороший, и которые из коробки сразу готовы к работе в продакшене, но это не точно. Я тоже согласен. Мулти-лэнгвич – это правда. Мулти-каренси – это тоже правда, но каждую каренси надо добавлять. Через боль. И proof of solvency – это штука такая, которая не подтверждает, что у них действительно будут деньги, чтобы тебе выплатить твой депозит, который ты вложил, поменял на биткоины и вывел, и хочешь их вывести. Из всех штук, которые используются, тут достаточно очень простой стек технологий. Ruby, Redis, Rabbit, Bitcoin ID – это штука, которая просто в туториале говорит, что надо ставить, но не все ставят. Engines, JavaScript, Push и Retwillio. Но Push и Retwillio чисто они задействованы как сторонние сервисы. Саму часть этой платформы можно поделить на три части. Первая часть – это после sign-in или sign-up юзер попадает в все свои конфигии, видит, и как его настроить. И они тем самым пытаются акцентировать внимание на то, что надо больше секьюрности. Email verification, verify account, то есть надо заполнить форму, и админ должен ее подтвердить. Двухфактальная авторизация – тоже достаточно штука популярная в таких биржах, как через Google Authentication. Изменение пароля и API токен для работы с внутренним API, то есть надо какие-то боты написать. Следующий экран – это список кошельков, сколько хранится, сколько лежит. Это тестовый, тут много денег. И по сути тут есть две штуки, которые самые важные – это депозит и ведро. Каждый кошелек в конфигах прописывается более-менее подобной штукой. То есть сначала запускается генератор, которому ты указываешь, какой тебе кошелек нужно создать, а после этого появляются такие записи, и ты можешь их сам редактировать. По сути у нас есть ID-шник, но это хранится. K-код – это для выборок. Символ – это как он будет отображаться на фронте. CoinFallse или CoinTrue – это показывает, это у нас деньги или крипта. А дальше у крипты есть RPC, то есть это в частности у биткоина, то есть нужно какой-то биткоин сервер, с которым будем взаимодействовать и работать. Вот как раз из коробки у этого сервиса есть хорошая поддержка биткоина, и через RPC идет хорошо работа с биткоином именно. А потом информационный – это блокчейн, это если нам нужно, как говорится на прошлом слайде, посмотреть вот эту штуку, то есть пришли нам деньги или нет, то есть это просто шаблон. Следующее – это видро для вывода денег, по сути, как в обычной стандартной криптобирже. Указывается куда, сколько и подтверждение, что ты действительно ты. Третья штука – это сам маркет, где показывается весь путь торгов. Но торги заключаются по принципу, один человек делает ордер на покупку и ждет, пока другой человек или несколько человек не сделают ордер на продажу. Тем самым, когда уже сопоставятся эти суммы, каждый получает то, что он захотел. Цена тут формулируется от юзера, то есть юзер сам указывает, за какую цену он готов это продать. И тут, значит, самый первый момент, появляется проблема в том, что если у нас биржа сырая, то тут цены могут быть очень низкие или очень высокие. Но для этого мы придумали специального бота, который сам себе торгует валютой, используя API. И сам у себя покупает эту валюту, тем самым делая активность на этом сервисе. Но надо было как-то заманить людей. Да. Дело в том, что комиссия уходит при снятии. По сути, это список API, он не полный, там еще есть дальше, но по сути тут можно сделать все, что здесь вручную, то тут автоматически можно сделать. Этот скрин просто историй, что ты делал и когда, сколько я продал. Далее админка. Админка очень простая, в ней заключается чисто информационные данные, сколько у тебя есть валют каких, а потом какие у тебя сервисы работают. В данном случае… Ой, сори. В данном случае эфир не работал. Ну, он и не нужен был. Там дальше, дальше будет, дальше будет. Там все будет дальше. Следующая штука – это то, что главное для админа, что показания, с каких кошельков пришли ресурсы, и запросы на снятие. Из коробки как раз выставляется то, что снятие должен отправить админ во избежание каких-то несанкционированных снятий, что ли, или больших снятий. Самая популярная криптовалюта, которая к нему поддерживается, это биткоин. Тут даже должен быть виден график, его роста и падения. Но вместо того, чтобы держать всю ноду биткоина локально или на отдельном сервере, есть очень удобная платформа битгоу. Она позволяет делать мультивалет, который, по сути, заключается в таком виде. Юзер, когда регистрируется на сервисе, он создает новый кошелек. Создается дочерний кошелек. А деньги, которые приходят из дни на этот дочерний кошелек, они автоматически можно их снять с главного кошелька. Тем самым, когда юзер заводит какой-то биткоин, условно, 10 биткоинов, заводит на свой кошелек, начинает им торговать, и юзер 2, допустим, выторговал у него 3 биткоина. Они физически не лежат на этом кошельке, у юзера 2, короче. Ну, тут юзер 3 был, юзер 2. Они не лежат физически у него, они все лежат на этом. И во время снятия происходит запрос от сервера к главному кошельку, чтобы главный кошелек со своих ресурсов снял деньги на кошелек юзера. Эфир. Эфир. Тут более все сложно, потому что таких сервисов, как BitGo, для эфира нет. Ну, тогда не было. И все тут работает через либо типа GES или Parity, ну, GoEthirium, он сокращенно GES, они называют его. Суть в чем? Поднимается сервер, который работает с эфиром через JSON-RPC. И JSON-RPC, то есть отправляется ему команда, что ему надо сделать. В данном случае это сделать транзакцию, на какой адрес и сколько. И если команда опрубится, все хорошо, то все уходит, и получаются в результате адрес транзакции, по которым можно смотреть результаты. Но из-за того, что нода эфира весит сейчас чуть больше 100 гигабайт, держать ее на одном сервере с приложением вообще невыгодно. И было принято решение вытащить эту ноду на отдельный сервер и сделать им коннект через JSON-RPC. А у BitGo, если держать это самое, то что же нода весит? BitGo, BitGo сервис. Внешнюю сервер. Да. Ну, на первых порах, да. Ну, да-да. И тут появилось… Во время того, как мы подключили этот сервер, мы начали тестировать. Мы начали отправлять денежки, снимать их, и не снимаются. Мы отправляем 5 долларов, мы переводим в эфир, этот эфир, эквивалент эфира переводим к себе, приходит, все хорошо, лежат на кошельке. Начинаем снимать, оно не работает, нет. Заходим, проверяем с консоли, что там вообще лежит. Он мне говорит, ноль, ничего нет. Ушло 15 долларов. Выяснилось. Выходит, эта штука, чтобы отправить деньги, она сначала должна разблокировать твой кошелек. То есть, соответственно, с мейн сервера отправляется запрос на разблокировку кошелька. Кошелек разблокируется, и следующим запросом идет запрос, который отправляет эфир. И некоторые люди находят через определенные сервисы открытые порты, стандартные порты для этого же эфир-сервера. И вешает туда скрипт, который каждый 10 секунд примерно дергает порт и делает команду отправь деньги. Мы зашли. Это тестовое было все. Да, это тестовое все было, ну, чтобы потестить. Заходим на транзакции нашего кошелька, который мы создали на эфир-сервере, и смотрим, что у нас вот столько всяких денежек уходит на вот этот кошелек. Расстроились. А теперь посмотрели, ну, тут плохо видно, но тут 19 тысяч долларов. Ну, это по текущему эквиваленту эфира. То есть достаточно крупная сумма, и если учесть, что это только один кошелек. Ну, наворовал. Как мы от этого ушли? Мы сначала первый ход фикс это был, это просто поменяли порты. Ну, оно должно работать, там людям надо показывать, что как оно там работает. В следующем мы просто перенесли эту ноду эфира на локальный сервер и через VPN подключили ее с удаленным нашим мейн-сервером. Нет, jsonrpc, да, там выходит именно прикол эфира то, что-то… Да, да. И вот это там jsonrpc не криптуется. Ну, HTTPS можно подключить. Ну, Ваня, HTTPS-то понятно. Когда они покупают будущий крипт. Вот, ты курс видел? После того, как мы подключили VPN, и все закрыли именно у себя в отдельной сети, и все стало работать отлично. Так, так, так. Вот. На этой платформе делаются достаточно популярные крипто-сервисы. Это BitSpark. Это прямо у них в репозитории написано, что эти ребята используют его. Это я его создал аккаунт совсем недавно, и меня никуда не пустили еще. Такой доклад. Вопросы? Есть какие-нибудь? Какие темы? Кобиль же? Можно вкладывать. Можно вкладывать. Мозги. Вы... Какие вы крипты уже подключили? Это проект закрылся. Ну да, как раз поэтому этот доклад должен быть год назад, когда Bitcoin был в топе, а сейчас уже неинтересно. Ну, он уже начал расти, и уходить пока. Ну, и пять упадет. Насколько он сам более критический. Ну, гривна тоже сейчас растет. Да, да. Вопросов нет? Вообще нет. Вообще нет? Окей, тогда... Я думаю, сделаем пять минут перерыв? Да? Окей, тогда пять минут. Только пять минут, окей? Сильно не размекаемся. Пять минут. Продолжение следует... Продолжение следует...